Добрый вечер. Добрый вечер. Что может быть лучше, чем работать на себя? Но нет. Россияне не спешат идти в сферу малого и среднего бизнеса и начинать свое дело. Это президент сказал, при том, что он очень хочет, чтобы было по-другому. Как у них. Был бы вклад в ВВП страны 50 и более процентов от малого и среднего бизнеса. Ну что ж, в кои-то веки целый госсовет посвятили этой большой проблеме малых. Станет ли она, наконец, общей нашей проблемой и целью? Не знаю. Немного сомневаюсь. Учитывая то, что разговоры о том, что надо, с конца 2013 года пошли. Владимир Сергеевич, вы готовили это блюдо. Давайте пробую снимать, как говорится. Изначально у меня, Юрий, вообще я считал, что задача невыполнима, потому что скрестить интересы муниципалитетов, регионов, федераций и предпринимателей, ну, очень сложная задача, непростая. Но я хочу сказать, что итоговый доклад, который мы подготовили на Государственный совет, он был согласован всеми губернаторами нашей страны. И поверьте мне, когда мы понимаем, что региону-региону рознь. И одно дело, скажем, есть регионы, в которых, скажем, предприятий малого и среднего бизнеса не так много, и к порогу 60 и 120 миллионов выручки в год они относятся по разному. А есть крупные регионы, для которых это действительно существенное выпадение по доходной части бюджета. Но поверьте мне, как согласовывая все вот эти предложения, мы согласовали эти предложения все со всеми губернаторами, начиная от Чукотки и заканчивая Москвой. А с Минфином вот не получили. Ну, вы знаете, это же такая нормальная задача. У Антона Силуана у него задача деньги охранять. Ну, он главный охранник страны охраняет деньги. Но пока справляется с этой задачей неплохо. Я ему сегодня даже после госсовета сказал, я говорю, у нас просто разные подходы. Даже он мне сказал, что подходы у нас разные. Я говорю, ну да, у нас у губернаторов задача прибавлять и умножать, а у Минфина делить и отнимать. Поэтому действительно задачи разные. Ну, как-то странно. Об этом много говорилось и писалось публично. Минфин заявил только вот на заседании госсовета. Но, кстати, не только он, Министерство труда еще. Но мы... Нет, это немножко разные вещи все-таки. Это разные подходы и разные вещи, да. И вообще, мне кажется, когда мы с вами говорим о рисках и вообще, в принципе, о новых предприятиях, ну, вообще делить шкуру неубитого медведя плохо. Поэтому, когда мы говорим, что вот, ну, мы же недополучим налоги. Ну, слушайте, ну, если так все хорошо, тогда объясните, почему у вас вклад от малых и средних предприятий всего 20% в воловой национальный продукт. Ну, объясните тогда, почему он не такой же, как, ну, хотя бы как Малайзия, 47%. Я уже не говорю про Японию, в которой 63%. Вот когда у вас будут результаты, как правильно озвучил президент Путин, 50%, наверное, тогда вы можете высказывать свои риски и свои ожидания. А для нас, для регионов и для муниципалитетов, малый и средний бизнес и микробизнес – это на самом деле тот бизнес, который создает благо не только для жителей и для жителей наших регионов, но самое важное, он еще формирует налоговую базу. Но у нас же, посмотрите, если вы посмотрите по объему полномочий, которые есть у муниципалитетов, у регионов, эти полномочия, они же не обеспечены доходными источниками. Просто на примере Тульской области. Вот посмотрите, 1 января 2011 года, 2010 год был закончен, региональный бюджет составлял 24 миллиарда рублей. На 1 января 2015 года региональный бюджет Тульской области составил 49,9 миллиарда рублей. Вот за 4 года, благодаря самоотверженному труду туляков и неплохой работе правительства Тульской области, нам удалось увеличить в 2,2 раза региональный бюджет. Ну, разве это не результат? Результат. Но даже этих денег нам сегодня не хватает. Сегодняшний бюджет, который у нас сверстан, это бюджет выживания. Мы, к сожалению, практически свернули полностью все капитальное строительство. Но при этом мы обязаны и мы будем выполнять майские указы президента, и мы их выполним на 100%. Поэтому, когда мы с вами говорим о создании новой налоговой базы, ну, конечно, здесь должен быть прорыв. И ведь мои предложения, они правдивые, 6 лет. Я же, когда выступал, сказал, 35-40 миллионов занятых до конца 2020 года. У нас есть 6 лет. Если мы сейчас четко с вами распишем... На удвоение. На удвоение. Если мы с вами четко распишем KPI, по каждому... Президент 10 брался. Вы имеете на удвоение ВВП? Я хочу сказать, что удвоение ВВП, когда президент Путин впервые об этом сказал, по факту в Российской Федерации произошло, на 8-й год завершилось. Некоторые регионы, как Чукотка, выросли в 4 раза. Поэтому всегда есть место подвигу. Да, конечно, там и внешняя конвентура неплохо складывалась. Слушайте, ну, не должна страна следить, сколько стоит баррель нефти. Цена 60 долларов за баррель – отличная цена. В 2000 году мы мечтали о том, что будет цена хотя бы 25-28. Ну, слушайте, поэтому нельзя делить еще раз шкуру неубитого медведя. О чем мы говорим? О выпадающих доходах тех предприятий, которые пойдут и однажды перегистрят. Которых нет еще. Которых нет, да. Поэтому и вопрос же самозанятости. Это же очень важный вопрос. Что такое человек, который принял решение создать свое дело? Это человек, который взял ответственность за свою судьбу в свои руки. Я сам начинал бизнес. Вот я вам честно скажу, что я поработал в компании, потом начинал свой бизнес. Моя цель была создать себе рабочее место. Это был 1993 год. И я вам, я честно скажу, я потом уже, это у меня компания, которую я создавал, она там вышла, так сказать, на пустал публичный, стоила там больших денег. Но изначально я создавал себе и своей семье рабочее место. А потом, да, когда компания из компании выходила, в ней работало 13 тысяч человек. Ну, поэтому всегда есть место подвига. В том числе и в этой задаче. Я думаю, что мы с задачей «Миссия невыполнима» справились неплохо. Мы ее выполнили и донесли. Продолжим после рекламы. Владимир Сергеевич, что удалось донести, а что не удалось? Все то, что планировали, как бы было одобрено. Ну, я хочу сказать, что Государственный Совет – это консультативный политический орган. Решение принимает президент. На сегодняшний день был проведен сам Государственный Совет. И сейчас идет подготовка по итогам Государственного Совета перечня поручений. Могу сказать, что мы очень плотно в ближайшие две недели будем работать с этим перечнем поручений. И вот, скажем, те разногласия, которые возникают между министерствами и ведомствами, мы постараемся урегулировать. В случае, если эти решения, скажем, останутся какие-то шероховатости, то окончательное политическое решение принимает президент. То есть, вот, я буду говорить так, неприятие Минфином, вот это увеличение упрощенки до 120 миллионов, и Министерство труда не поддержало снижение ставок страховых бизнесов, это не окончательно? Нет, конечно. Давайте посправедливость. Ну, у меня практически нет сомнений о том, что мы на 120 миллионов отстоим, и то, что это решение будет принято, как в виде поручений. Ну, вот смотрите, в 2007 году была установлена ставка 60 миллионов. Инфляция по итогам прошлого года, накопленная инфляция составила 93%. Ну, есть смысл, наверное, пересмотреть эту ставку, но потом, если мы говорим с вами о развитии наших производственных мощностей, об импортозамещении, то этой льготой смогут воспользоваться в том числе и уже небольшие малые промышленные предприятия, которые существенно отличаются от сферы торговли и услуг, где выручки, в принципе, меньше. Поэтому, мне кажется, то, что нужно делать, ну, в однозначном порядке. И даже, еще раз говорю, крупные регионы, как Москва, с нашим предложением согласились. Вот, как бы, все хорошо, Сергей Михайлович, но что конкретно? Все понятно, но что конкретно? Нет, что конкретно? Ну, во-первых, мы приветствуем и считаем, что это очень хорошо, что такая тема поднялась на госсовете. Кстати, у законодателей прибавится работа, я так думаю, после этого. Ну, дело в том, что у правительства достаточно много полномочий, поэтому я не вижу такого вала законопроектов в Госдуму. Хотя, я всегда и у вас говорил, что вот то, что касается и то, что придет в субъекты, все-таки это федеральный должен быть закон, губернаторы очень неохотно пойдут на вот эти льготы, потому что это доходная часть бюджета. Поэтому здесь надо на федеральном уровне вот эти условия определить, и плюс определить, что мы им дадим взамен, то есть какими налогами поделимся для того, чтобы все-таки поддержать их базу. Поэтому это хорошо, мы помним, что вначале было слово, поэтому то, что об этом говорим на таком высоком уровне, то, что для этой работы пригласили губернатора действующего, это вообще плюс. Потому что действительно должен человек, который это руками трогает, вот он и должен это все. И поэтому я очень рад, что Владимир Сергеевич возглавлял эту рабочую группу. Но, как обычно, мы же депутаты, мы даже должны видеть то, о чем, может быть, исполнительная власть не может сказать. И есть моменты, на которые я бы хотел обратить внимание, пользуясь тем, что у нас здесь представители рабочей группы. Очень хорошо, что мы ставим задачу вывода из тени самозанятых. Речь идет о патентах, достаточно простых, которые не требуют никаких больше уведомлений. Я бы даже сказал, даже ежемесячных патентов, может быть, этого еще нету, чтобы человек четко себя почувствовал в правовом поле и знал, что к нему никто не придет. И обязательно нужно, чтобы в этом патенте была и составляющая соцфондов. Потому что, понимаете, это дополнительно топилину что-то даст. И этот человек будет понимать, что он может выйти из тени, потому что он будет рассчитывать на пенсию. Но вот ставить задачу о том, чтобы мы удвоили количество в малом бизнесе, это неправильно. Потому что, если только мы решим вопрос с патентами, у нас через год мы их удвоим. У нас 20 миллионов людей потерянных. То есть это те, которые находятся в тени. Если мы решим сейчас эту проблему, они завтра зарегистрируются, если нормальная сумма патента будет. И как бы задача будет решена. Надо правильно выбирать цель. Что мы хотим получить? У нас что, других проблем нет в России, кроме того, как легализовать этих людей официально, чтобы они появились? Наверное, задача должна стоять повышение валового внутреннего продукта и регионального внутреннего продукта. И здесь для меня, неважно, это малый бизнес, это крупный бизнес. Должны быть созданы условия. Почему мы говорим про малый бизнес? Мы должны четко, помните, я говорил, каждому найти свою клеточку. Мне все равно. Если это огромное предприятие, 13 тысяч, и оно запустило новое производство, его нужно освободить от налогов. Помните наш спор по этим индивидуальным предпринимателям, которые никак Минфин не может идентифицировать, и вместо того, чтобы сделать то, что сказал президент, новые производства, он говорит, новые предприниматели. Я говорю, почему? А потому что у нас нет идентификации. То есть, как эти ООШки, весна, лето там и так далее. Вот я обращаюсь к Владимиру Сергеевичу. Есть в каждом субъекте министерство экономики. Но сегодня, когда нет государственной практической экономики в регионе, у них новые производства все напересчет. У нас даже есть, когда мы даем льготу по налогу на прибыль, мы проводим инвестсовет и смотрим, какая программа и так далее. Поэтому нам вот сюда нужно сместить аспект. То есть, мы должны дать льготу на два года новым производствам и пропустить через Министерство экономики субъекта, через Совет субъекта, комиссию, как угодно. Вот. И неважно, малый бизнес, средний или крупный. У нас есть, понимаете, Россия, это немножко другая страна. Нельзя ставить перед ней задачу, чтобы у нас малый бизнес давал 50% ВВП. Вы знаете, я с вами полностью согласен. Просто тема Государственного Совета – поддержка малого и среднего бизнеса. Поэтому, если бы у меня была тема в целом, мы говорили с вами о росте валового национального продукта. Мы сейчас здесь обсудим детали, а вы пока уходите на рекламу. Когда мы обсуждаем в целом, если бы мы обсуждали в целом вопросы развития валового национального продукта и мер поддержки отечественного производства, и вообще в целом отечественного предпринимательства, да, наверное, это более широкий вопрос. У меня вопрос был более узкий и четко сегментированный – микро, малый и средний бизнес. То, что на сегодняшний день реально может дать диверсификацию экономики страны, и задачи, которые стояли, вот мы как рабочая группа готовили, скажу честно, готовили долго, почти 4 месяца, это выверенные решения. Вот реально они выверенные. При принятии этих решений мы увидим реальный рост. Даже вот Сергей Михайлович коснулся вопроса тех людей, которые находятся в тени, это так называемые отходники, самозанятые. Очень хорошо, Сергей Михайлович. А первый самозанятый, который купит патент себе на месяц, и мы, кстати, предлагаем месяц, месячный, трехмесячный и годовой патент, пожалуйста, квартальный, как удобно. Тот, который один раз купил месячный патент, он дальше начинает привыкать и берет эту ответственность на себя, за свою судьбу, за судьбу своей семьи. И вот практика у нас есть. Мы же с 1 января уже оформляем патенты для наших иностранцев, которые приезжают работать на территории России. И у нас совершенно эта тема уже отработана. Наши многофункциональные центры готовы работать и в том числе в этом направлении. Патент может включать в себя страховые взносы, может не включать. Мне кажется, конечно, лучше включал. Там, конечно, есть технические вопросы по казначейству, по расщеплению, но ничего страшного. Но лучше для него, чтобы это была одна точка внутри патента. Однозначно. Более того, те предложения, которые я озвучивал, это регистрация, то есть покупка патента без регистрации индивидуального предпринимателя. У вас нет необходимости сдавать дополнительную отчетность, ввести какие-то бухгалтерские книги. То есть вы вот купили, все, вы, что называется, перед государством чисты. Валерий Сергеевич, ну это патент. Да, но когда мы с вами начнем, сначала он купит патент. Это микро и самозанятость. Да, а дальше, глядишь, он может быть именно малый бизнес. Вы ведь начали говорить о том, что мы же говорим о малом бизнесе как о сегменте предпринимательства. Мы не должны забывать, что людей, которые могут организовать с нуля бизнес и привлечь людей со стороны, их мало. Ну, до 5%. Ну, я думаю, в России сейчас уже даже меньше. Социологи говорят до 5%. Да, поэтому вот я бы вам что, если можно, поговорил. Да, это самозанятость патентой. Мы, кстати, это великолепно. Я очень рад, что это в Тульской области уже работает. Но дальше нужно разделить вот этот микробизнес и малый бизнес по налоговым, сейчас же по численности, по объему, еще по видам деятельности для того, чтобы сегментировать вот эту поддержку. Нет, это я с вами согласен. Но это уже техника, да, это уже юридическая техника, которая позволит нам на каком-то этапе что-то менять. Почему мы говорим 2 года? Честно говоря, мы предлагаем для всех типов предприятий. Если этот эксперимент удастся, если он будет успешным, мы для предприятий, скажем, промышленного, индиционного характера, мы можем продлить эти каникулы. И более того, у нас одна из мыслей была, скажем, сделать период, когда вы можете такое предприятие зарегистрировать. Ну, например, до 1 июля 2018 года. Хотите получить льгот и 2 года работы, пожалуйста, регистрируйте в этот период. Может быть, дальше ограничиться. То есть это мы все равно должны с вами пробовать. У нас есть конкретная ситуация, она реально плачевная. Ну, 21% вклад микро, малого и среднего бизнеса, головой национальной правды. Ничего, понимаете? Это и не страшно, Владимир Сергеевич. Не нужно ставить целью, чтобы у нас было 40 миллионов в малом бизнесе и 50. У нас, вы поймите, в России, вот, если мало таких предприимчивых людей, у нас исторически сложилось так, что люди хотят работать. Пусть это госкорпорация, хорошее предприятие, с хорошей зарплатой. Не нужно их загонять в малый бизнес. Создадим условия для предприятий новых, появятся новые рабочие места, и они будут там работать. Когда мы готовили как раз статистику, как у нас работают наши крупные государственные корпорации и компании с государственным участием, то вот Никитин сегодня выступал. Из миллиарда рублей, которые были выделены одной из компаний на закупки, весь миллиард получила одна компания. Вот и все. Несмотря на то, что у нас есть политические решения. И хочу сказать, что у наших западных партнеров, когда они принимали решение по допуску малых и средних компаний к государственным и корпоративным закупкам, там сначала было как? То есть они начали выделять на первом этапе из своих же производственных мощностей, ну, какой-нибудь цех, раз оформить как малое предприятие. На первом этапе так и было. А потом произошла приватизация этих компаний. «Сименс» — 62 тысячи микро и малых компаний. «Боинг» — более 40 тысяч. Это «Сименс» и «Боинг» — это зонтичные компании, которые привлекают финансы, выходят на фондовый рынок и так далее, а исполняют малые и средние компании. У нас же такого нет. Но у нас задача — вы поставьте все-таки рост ВВП, не ставьте количество малого и среднего бизнеса. Мы ставим рост ВВП. А где он будет в большом сегменте, в среднем? Это не важно. Давайте создадим условия. Те, кто не может, пусть покупят патенты, кто не может, и будут легально чувствовать себя. Те, кто хоть немного может, это 3-5 человек, это микро, для них совершенно... Вот законы, которые мы внесли, смотрите, надо отменить бухгалтерский учет для микропатентов. Надо его отменить. Кстати, по плодосчетности, может быть, не можем мы в доме провести? Давайте включим Санкт-Петербург. Там сейчас генеральный директор управедшей компании «Скайрес» Александр Затулеветров. Александр Борисович, как слышите нас? Добрый день, все хорошо. Да, пожалуйста, вот ваш вопрос. Добрый день, все хорошо. Мы не тратим на то, чтобы готовить эти отчеты. Три примера. Росалкогольрегулирование. Мы подаем декларации, да, маленькие рестораны, подаем декларации раз в три месяца. Теперь мы ведем учет по каждой бутылке. То есть, сколько куплено, сколько продано. Плюс к этому, все отчеты мы должны отправлять только в электронной форме, специально зашифрованные. Ну и так далее, и так далее. Четыре ключа, шифровки. То есть, это суперсекретная информация. Стоимость этих ключей 10 тысяч рублей. Для маленького предприятия достаточно серьезная сумма. Следующий вопрос. Так называемый соут. Специальная оценка условий труда. Так называемая аттестация рабочих мест. Существуют специальные фирмы, которые проверяют и делают эту оценку. А, соответственно, Минтруд в лице инспекторов по труду проверяют это. Причем фирмы, контролирующие это, говорят, не волнуйтесь, вы заплатите по тысяче рублей за каждую оценку, а потом 20% возместите из ФСС, из фонда соцстраха. Я не хочу возвращать их. Я заплатил, и пусть они там останутся. А получается, что нас вовлекают постоянно в это вымывание бюджета и в вымывание этих затран. Вот такие вещи, которые, к сожалению, оставили. Спасибо. Это совершенно верно. Это как раз камень в огород топилино. Потому что придумали новую. Президент говорит, что до 2018 года не повышаем налоги страховые сборы. А вот коллега правильно говорит, придумывают какие-то новые дополнительные нагрузки. Это вот как раз и есть административная нагрузка. Новые требования, новая сертификация. Вот смешной пример. Перевод стандарта на молочную продукцию из бумажного в электронную форму привлек к тому, что предприятия вынуждены были нести дополнительные затраты. Это вот как раз голь наведомки хитра. Чиновников должно быть поменьше. Вот как в Тульской области. В Тульской области самое маленькое количество чиновников во всей Российской Федерации. Мы там за первое место боремся. На душу населения. На душу населения, да. Боремся за первое место с Челябинской областью. Но хочу сказать, и в ЦФО самое низкое количество. Просто даже как количество. Поэтому чем меньше чиновников, тем меньше административных. Да, и в итоге должно измениться сознание, наверное, чиновников, вообще всех людей по отношению человека, ведущему собственное дело, предпринимателя. Господа, я благодарю вас. Губернатор Тульской области, руководитель рабочей группы по подготовке Госсовета малого и среднего бизнеса Владимир Груздев был в нашей студии. И Сергей Катасонов, руководитель, завеститель руководителя бюджетного комитета Государственной Думы.